всем огромный привет спасибо что заглянули на мой канал и нашли время для просмотра этого видео я сегодня завтракаю в очень приятной цветочной атмосфере набираю сил потому что сегодня мне предстоит мощная уборка также я буду рада смотивировать вас и передать вам мой заряд энергии сегодня у нас на улице дождь сейчас вам покажу что у нас творится до этого у нас была очень хорошая ясная солнечная погода примерно 24 26 градусов и в такую вот погоду когда жарко когда палит солнце мне абсолютно не хочется ничего делать я какая-то становлюсь похожей знаете на размазню а сегодня у нас дождь именно в такую погоду я просто обожаю убираться особенно когда я дома одна я сегодня хочу убрать весь пасхальный декор потому что уже прошло много времени с пасхи у меня все еще какие-то вещи стоят так как сейчас мы основную часть времени проводим на новой квартире собираем мебель убираемся и так далее общем готовимся к переезду то скажу честно что эта квартира у меня сейчас немножко в таком знаете заброшенном состоянии поэтому сегодня хочу навести порядок привести ее в нормальные если вам нужна мотивация если вы любите и ждете такие мотивирующие заражающие видео то конечно же оставайтесь со мной приятного просмотра и давайте побыстрее уже начинать так девчонки видели какой у нас на улице ливень я вообще сегодня хотела еще сходить в магазин не нужно за продуктами и также сегодня хотела доехать на новой квартиры но наверное у меня это не получится ладно я приступаю к уборке первое что я делаю я собираю пасхальный декор признаюсь вам честно мне его как-то разобрать собрать в общем полностью сложить было очень сложно потому что мне так нравилось как это все смотрится в атмосфере моего дома но делать нужно убирать нужно потому что мне кажется что уже не совсем актуально эти зайчики эти яички какие-то свечечки и так далее украшения в общем беленькие цветочки я не помню как они называются которые у меня стояли вот в этой композиции они кстати настолько хорошо сохранились и так хорошо себя чувствует что у меня даже появилась идея их просто упаковать и оставить на будущий год но потом я решила что нет все таки наверное стоит выбросить и девчонки вы знаете мне кажется мне помог тот совет девушки флористой из магазина цветочного она мне подсказала их набрызгать обычным лаком для волос и мне кажется что это очень способствовало тому что они вот так вот хорошо продержались в общем собираю весь пасхальный декор скажу вам честно что я потом еще по дому долго ходила и всякие мелочи докладывала в эту коробку потому что постоянно забывала что-нибудь обязательно какую-нибудь мелочушку купила вот эту коробку фикс прайс специально для пасхального декора и пожалела что не взяла чуть-чуть побольше там сейчас есть два размера есть вот такая более широкая и вторая коробка она более высокая она бы мне кажется подошла мне лучше также хочу такую же коробочку купить для того чтобы убирать все свои инструменты для декорирования клеевой пистолет также вот эти наполнители карандаши для клеевого пистолета ленты какое-то кружево в общем все такое которое знаете неоднозначно подойдет например на новый год или на пасху какому-то празднику может быть что-то для упаковки подарков в общем все такое мне кажется что такие коробочки однотипные будут хорошо существовать вместе и хорошо в то же время смотреться в организации теперь я перехожу к уборке по всем поверхностям хочу все разобрать когда достаточно долго не трогаешь не разбираешь какие-то шкафчики ящички то обязательно там творится настоящий хаос у меня честно говоря даже пыль здесь вот на моей вот этой поверхности осела такая кусочками но это все да из-за того что сейчас мы достаточно много времени занимаемся на новой квартире что-то смотрим покупаем я сейчас формирую мебель в новую квартиру стараюсь что-то по силам заказывать где-то что-то езжу высматриваю забираю высчитываю на квартиру очень часто заезжаю и также на прошлой неделе мы прямо вплотную занимались тем что исправляли те огрехи которые были у нас в туалете в ванной я вам обязательно в одном из следующих видео все покажу слава богу мы исправили исправили настолько замечательно что я просто в шоке в таком знаете в восторге в шоке от восторга того как у меня сейчас все выглядит нам перевесили инсталляцию нам проклеили с помощью герметика швы нам все восстановили ребята посмотрели все ли у меня там в порядке именно по сантехнике также нам все правильно сделали по подключению горячей холодной воды в общем я сейчас за свою воду и за сантехнику спокойно убирая свой декор я обнаружила что у меня в зале еще стоит даже некоторые декор с нового года это беленький домик но я на самом деле за домик хотела вроде как оставить потому что он неплохо смотрится к любому декору но потом как так присмотревшись я поняла что наверное его стоит убрать и также мой еще новогодний олень тоже убрала в отдельную коробочку и отвезу уже на новую квартиру потому что именно там у меня хранится новогодний декор пыль в зале я протираю с помощью самодельного средства для уборки там у меня смешан кондиционер для белья вместе с водой но вы знаете честно говоря мне это средство не очень понравилось не вижу я от него того результата который хотелось бы результат должен быть в том что не столько пыли должно оседать на поверхность но у меня честно говоря сколько оседала раньше столько оседает с этим средством поэтому больше я морочиться не буду хочу собрать некоторые вещи которые нужно будет отвести на новую квартиру во первых сейчас упакую наше новое приобретение это люстра люстра для кухни и также хочу собрать некоторые пакеты которые туда нужно отвести если сегодня погода мне даст это сделать то обязательно туда съезжу постепенно я перемещаюсь в ванную комнату у меня здесь накопилось наверное две а то и три получится стирки поэтому сейчас закину часть вещей скорее всего первая стирка это будет темная одежда закину вещи в стиральную машинку и немножко почищу здесь сантехнику приберусь уже в ванной комнате темные вещи я стираю вот таким жидким средством ласка для темного белья мне нравится как она действует даже не приходится добавлять ополаскиватель потому что бельем остается мягким приятно пахнущим теперь я перехожу к чистке сантехники и как-то по привычке всегда начинаю именно с раковины сегодня я буду использовать новое средство от силит bank недавно его купила он с лимонной кислотой по моему вообще сейчас усилит bank много таких подобных новинок появилась и я люблю пробовать разные средства если они еще облегчают мне уборку то я безумно счастлива а для унитаза я буду использовать свой любимый санфор фиолетовой бутылки вы знаете я раньше всегда пользовалась только туалетным утенком и только он мне помогал очистить идеально унитаз после того как я попробовала санфор мне больше не нужно никакие средства она дешевле стоит в то же время очищает просто великолепно унитаз блестит сияет и очень беленький получается а сейчас девчонки я вам хочу показать у меня иногда на вот этом вот шве возникают вот такие черные пятнышки и я пользуюсь вот таким силит bank для удаления черной плесени мне нужно только одно нанести это средство и оставить нам достаточно приличное время примерно час-два я оставляю чтобы это средство поработало а дальше приходится только протереть губкой или тряпочкой и все представляете она действительно работает она действительно очень круто очищает именно вот такую черную въевшуюся плесень какие средства на сантехнике я еще оставила для того чтобы они поработали а чтобы не тратить время зря я уже начинаю разбирать свою кухню это знаете такое место где больше всего труда приходится прикладывать потому что здесь собирается все и посуды и какие-то покупки и закупки продуктов это что остается после завтрака в общем поэтому у меня на самом деле сегодня на кухне много работы нужно помыть посуду после всех членов семьи которые позавтракали убежали по работам школам и так далее также мне нужно сегодня разобрать все поверхности хочу разобрать все полочки хочу немножко протереть фасады также фартук почистить и раковину и варочную поверхность в общем сегодня у меня здесь много работы фасады 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 Ездили с мужем в Витебск на прошлых выходных, и я закупилась там кофе, вы знаете, там продается именно такой кофе, который у нас не найти, во-первых, он там иностранного производства, это Бразилия, это Италия, это Германия, и кофе совсем другой по качеству, я не знаю, с чем это связано, но к нам, к сожалению, такой кофе не возят, но и самое главное, девчонки, знаете, там он стоит подешевле, потому что большую упаковку молотого кофе, кстати, я пью только молотый кофе, сублимированный, сейчас уже не пью, отказалась от этой идеи, раньше пила постоянно, так вот, там у них большая упаковка, 500 грамм молотого кофе, стоит примерно 18-21-22 рубля, я свой покупаю за 18 рублей, и на наши деньги это получается примерно 500-550 рублей, я такой кофе здесь нигде не видела, даже в каких-то таких магазинах типа Метро, где можно найти что-то подешевле именно иностранного производства, чтобы изготовлено было не в России, такого точно не найдешь, у нас цены начинаются на такой кофе от 1000, так вот, поэтому я всегда там закупаюсь, 2-3 пачки, обязательная моя покупка в Беларуси, сейчас, как вы видите, я уже почистила фасады, протерла, также очищаю фартук и мою варочную поверхность, сейчас стала использовать такой крем от Сив, показала вам чуть раньше его, вы знаете, он мне очень понравился, именно по своему аромату, у меня какой-то там весенний цветок, очень хорошо очищает, действительно остается варочная поверхность блестящая, я также использую такой своеобразный метод удаления моющего средства, я сначала всегда моющее средство протираю с помощью бумажного полотенца, собираю вот эту всю первую пену, первое мыло и потом уже протираю с помощью обычной тряпочки и окончательным этапом уже протирания сухой тряпочкой, сейчас перехожу к очищению раковины, и кстати, вот этот крем от Сив, он подходит также для очищения раковины, для очищения крана на кухне, в общем, в принципе, он подходит для всего. Продолжение следует... Так, теперь перемещаюсь на другую сторону кухни, мне обязательно нужно протереть подоконник, так как мы живем около дороги, у нас достаточно большая дорога под окнами, здесь постоянно ездят машины, то подоконник мне приходится протирать каждый день, особенно в летний период, вот в весенний, с весны, вот с весны я подоконник протираю каждый день, потому что хочется открыть окно для того, чтобы пустить свежего воздуха в квартиру, но подоконник в этой ситуации всегда покрывается такой, знаете, песочной пылью. Вообще, я хочу вам пожаловаться, не знаю, как у вас, но у нас какой-то очень грязный город сейчас стал, потому что даже когда ты идешь по улице, свежего воздуха не чувствуется, ты идешь и дышишь каким-то, какой-то пылью, каким-то песком. Не знаю, вот везде так же или это зависит именно от конкретно губернатора, не знаю, администрации города. Вот у нас в этом году просто что-то неслыханное. Кстати, поменяла скатерть, она с красным узором, больше, наверное, подойдет под новогодний декор, но у меня пока другой нет, решила постелить эту, пусть будет у меня такое яркое пятно на кухне. И теперь мне осталось только разобрать вот эту свою тумбочку, на которой опять все схламилось, опять здесь все собралось. Хотя я изначально даже со своей семьей договаривалась, что мы сюда не будем ничего складировать, здесь у меня будут стоять только сухие завтраки и фрукты. Так, все, слава богу, кухня у меня разобрана. Знаете, когда, особенно на видео, когда я смотрю на свою кухню, я замечаю, что на моей кухне я бы добавила, какими бы ящиками или дополнительными секциями я бы дополнила свою кухню. Но так как мы в ближайшее время переезжаем, то, конечно, я это делать не буду. Сейчас мне остается помыть пол. Пол я сегодня буду мыть тоже с помощью нового средства. Это вот такой вот мистер пропер, хочу его попробовать, что-то он мне прям приглянулся. Даже, наверное, в первую очередь по цвету я в последнее время очень подсела на вот такой вот мятно-голубой оттенок. Мне безумно все такое нравится. И перехожу уже в зал. Сейчас в зале тоже все пропылесошу, хорошенечко подлезу в каждый уголочек. Я очень рада, что у меня появился вот такой беспроводной пылесос. У него есть несколько насадок и для того, чтобы пропылесосить ковер и пол отдельная насадка, и также для того, чтобы пропылесосить в каких-то уголках, где не достанет рука. Так что это очень облегчает мне уборку. И, девчонки, хочу вам показать, насколько круто справился со своей работой вот тот силит для очищения черной плесени. Конечно, осталось еще маленькое пятнышко, но просто можно еще чуть-чуть больше подержать. И тогда и такого пятнышка не будет. Поверьте, я уже пробую не первый, даже не второй раз. И мне действительно это средство очень нравится. Так, девчонки, ну что, я уже сходила в душ, привела себя в порядок. Сейчас я опять чувствую себя человеком. Моя уборка практически уже закончена. Сейчас я навела порядок такой, который на настоящий момент меня устраивает. У меня уже постиралась стирка. Мне осталось повесить белье. За уборкой время летит просто незаметно. Мне уже совсем скоро нужно идти за Ваней в садик. У нас, кстати, на улице вышло солнышко. Погода улучшилась. Так что я сейчас добегу до рынка и все-таки куплю фрукты. Я хочу побаловать и своих детей, и мужа. Когда он вернется с работы, хочу купить клубники. И также попробую сегодня первый раз купить абрикосов. Потому что в прошлый раз видела, уже продаются у нас абрикосы. Но как-то не рискнула купить. Для вас время пролетело незаметно. А я уже успела сбегать до рынка. Купила клубнику. И, как и хотела, купила немножко абрикосов. Клубника у нас сейчас немножко подешевела. Стоит 390, 380, 320 рублей. А до этого у нас клубника была по 600 рублей. Даже иногда 800 рублей стоила. Представляете? И также купила немножко абрикосов. Абрикосы были по 295 рублей за килограмм. Клубника просто потрясающая. Она выглядит великолепно. Знаете, вот прям хочется ей любоваться. Не знаю, даже сфотографировать на картинку хочется. Поставить на телефон заставку. Я обожаю клубнику. Я без клубники вообще свою жизнь не представляю. Самое-самое мое любимое из того, что можно скушать. Это клубника, шоколад и арбуз. Вот если у меня забрать все, но оставить только этих 3 продукта, я точно выживу. Сейчас буду перемывать клубнику абрикосы. Не знаю, как делаете вы, но я всегда все перемываю с помощью средства специального для мытья овощей и фруктов. Также этим средством можно мыть детские игрушки. Я, наверное, вот с того момента, как Ваня у меня родился, когда я стала мыть ему детские игрушки с помощью средства, тогда я и подсела на этот способ. Стала мыть все фрукты, овощи обязательно. Обязательно перемываю огурцы и помидоры, когда покупаю. Или в магазине, или на рынке, не важно, но всегда мою. На такой вот красивой, очень вкусной, яркой летней ноте я с вами буду прощаться. Спасибо огромное, что вы посмотрели это видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Спасибо за ваши лайки, за комментарии. Это очень помогает и развиваться моему каналу, и продвигаться этому видео. Также это очень приятно для меня, как для человека, видеть от вас отдачу. Так что спасибо вам огромное за все, и увидимся в следующих видео. Всех обнимаю. Пока-пока.